Привет-привет, дорогие мои! Привет-привет! У нас мукбанг. Так, у нас кабачки. Тут даже немножко видно, да? Вот такие кабачок. Сверху яйца. И сверху много-много сыра моцарелла. Вот это всё тын-тын-тын, всё сыр. Так. Маринованный дайкон. Тушёная капусточка. Колбаски. Знаете, хотела ответить. Мне часто задают вопрос, если бы вам пришлось вернуться домой, что бы вы делали? На самом деле, на любую хорошую шею всегда найдётся ермо. И как вы понимаете, работая в торговле, всё равно нарабатываешь какой-то круг знакомых, которым не надо рассказывать, профессионал ты или нет. нет, они и без этого это знают. Но проживая в Америке, как ни странно это звучит, я очень много утратила. Живя в Америке, я ни разу не видела магазина, от которого бы я получила какой-то профессиональный оргазм. Обычно у меня наоборот шок был. Когда я увидела впервые русский магазин в Майами, я подумала, блядь, у меня бы уже после открытия такого магазина на второй день закрыли бы к чертям собачьим магазин. Требования совсем другие. Требования людей совсем другие. все-таки мы народ, любящий пафос, в хорошем смысле этого слова. Если я приехала оставить деньги, будьте добры дать мне красивый магазин. Будьте обслуживание тут в Америке классное, тут я не спорю. Здесь просто люди другие. Знаешь, как раньше у нас все время вот американцы улыбаются, а как бы вы хотели? Естественные чувства или вот эта вот искусственная улыбка? Она не искусственная. Они не улыбаются. Здравствуйте! Они улыбаются по жизни всем. Поэтому она не выглядит никакой искусственной. Тут ничего не могу сказать. но вот сами интерьеры магазинов, выкладка. Здесь вы можете прийти в принципе в небедный ресторан. Вот как я например пришла в ресторан Татьяна. Считается классный ресторан, в котором выступают звезды. Была разочарована. Все старенькое. Да, ночью со всеми этими мигалками, моргалками ты этого не видишь. Обслуживание там классное. Туалет пошла. Алисинка такая запоручень взялась деревянный, а он шатается. Понимаете, все старенькое. Ты можешь прийти в классный ресторан и при этом увидеть где-нибудь, ну это я вижу, может быть люди этого и не видят. И увидеть например где-нибудь на подоконнике в углу на стекле грязь. У нас ты такого не можешь увидеть в дорогом ресторане. Ну не можешь. И на это не обращают люди внимания. Поэтому проживая в Америке я все-таки больше в этом смысле в смысле торговли выкладки какого-то мерчендайзинга. Не, ну все-таки мерчендайзинг тут работает. Все равно по ценам то все я смотрю как выкладывается товар оно работает. Есть система есть схема не такие уж они и дурачки. они например не работают в выходные. Я всегда думаю боже как вам не жалко денег. Блять выходные люди выходные дни люди не знают где пожрать взять. Где выпить взять. А вы позакрывали свои магазины. Ну я имею ввиду большие такие да виндикси пабликсы думаешь как вам не жалко а вот у них принципы то есть их люди не рабы и они должны отдыхать в празднике. Иногда кажется лучше бы их отпустили в обычный день отдыхать. А в этот работали бы. стеллажи все упрощенные везде. С ценниками ну с ценниками у них проще потому что у них простая система. Если брать у нас у нас настолько цены меняются что ты можешь сегодня закупить товар а в течение там всей недели чуть ли не через день меняются ценники а тут все по-другому здесь очень редко меняются ценники поэтому люди вы вспомните вы приходите в магазин какую-нибудь пятерочку какой-нибудь что там перекресток какие там еще есть монетка да а люди стоят везде нарезают ценники 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 блять сколько время на это идет поэтому здесь нет такого что ты пришел например а ценника нет или ценник перепутали он как поставлен блять месяц назад так он и стоит и никуда не девается если вдруг этой цены нет по какой-то причине ну тоже я в строительных магазинах больше это замечала подходит сотрудника у него машинка он тут же набирает на машинке и говорит какой остаток сколько стоит есть ли оно в продаже поэтому думая что в Америке я увижу что-то шикарное да я вас умоляю когда мы в Новосибирске открыли какой четвертый наверное ну в Новосибирске второй бы хотели а вообще четвертый от нашей компании два было в Академгородке по-моему не помню блять ну короче в Новосибирске второй открыли да вы что там там просто я не знаю если американцев запустить они подумают что они попали во дворец живая музыка ты заходишь в магазин огромный огромная белая фортепиано по вечерам на нем играет виртуоз фонтан вот это блять магазин это не торговый центр это магазин отдельно стоящий поэтому что я могу сказать я могу сказать ребятушки у меня когда-то была уборщица да фатима по-моему из Казахстана фармацевт который соответственно как и нам так как нет разрешения на работу и все остальное нельзя было работать фармацевтом она работала у меня уборщицей мы настолько добивались чистоты вы представьте не можете что такое добиться чистоты полов в таком проходнике в проходимом месте с белыми плитками с белой плитой на полу зимой осенью когда тащится вся грязь на улице жижа в Сибири это жижа это грязь это сегодня выпал снег завтра блять он растаял и все это тащится один человек с грязными ногами прошел все кажется весь магазин грязный и вот она мыла настолько что одно время она ушла на больничное от того что у нее отнимались руки так она мыла ну здесь опять же здесь я редко бываю ну нет мы бываем конечно в магазинах там в волмарте но я не вижу что люди так убивались просто не вижу нет здесь много чистых красивых магазинов но вот этого шика вот этой чистоты чтобы у меня в магазине вокруг ручки дверной на стекле были пятна да вы что у меня были студенты я обучала студентов для всех сетей они приходили и я их обучала вы подходите на территорию магазина и первое что вы делаете поднимаете глаза на подсветку над дверями чтобы все лампочки горели осматривайте всю территорию чтобы не было ни одной мусоринки смотрите чистая ли у вас урна и пустая ли она смотрите чищены ли ступеньки смотрите на дверь чистая ли у вас дверь и потом заходите вовнутрь проверяете чистоту тамбура и только потом заходите в магазин и оцениваете работников как они готовятся к приходу этих покупателей и все остальное витрины понимаете это все очень важно здесь не важно при этом они моют они конечно моют но я это все вижу если я прихожу в магазин какой-нибудь дорогой то вроде там все чисто если магазин чуть попроще ну ты можешь прийти в ресторан ресторан на берегу океана явно рент сумасшедших денег стоит а там большие окна ты садишься к окнам кушать да допустим чтобы вид был у тебя классный а окна просто деревянные крашеные и видно даже что красочка облезает и не потому что они бедные а потому что это не имеет значения понимаете поэтому живя здесь я как-то мало приобрела я бы вам так сказала если дома мы все-таки если открылось что-то интересное мы ездили смотрели мы как-то повышали квалификацию вот я знаю магазин в Бахатле по-моему в магазине два открылось шикарные магазины шикарные шикарные ему лежит цветы там блять магазин тоже там дворец в такой магазин заходишь я как вспомню в Бахатле заходишь боже а там наверное видов сорок только пирогов каких только блять татарских русских узбекских боже кажется скупил бы все там настолько собственное производство развито там настолько вкуснях столько что это трындец просто ты приходишь у тебя глаза разбегаются при этом там дикие скидки пенсионерам независимо от того что это дорогой магазин в определенное время там очень большие скидки пенсионерам я знаю знала очень много пенсионеров которые ходили регулярно в Бахатле за себе бонусы зарабатывали и при этом ходили в то время когда скидки очень задешево покупали клевые классные продукты а здесь к этому проще относятся здесь как-то понимаете здесь сами требования здесь когда приходит богатый человек да магазин оставить хорошую сумму он никогда не будет у него запросы как у нашего богатого человека как у меня я хочу если я прихожу в шикарный магазин и покупаю себе например там я не знаю рубашку за 1000 долларов да мне хочется чтобы он был шикарный этот магазин понимаете а здесь они этого не хотят здесь они хотят чтобы у них не было проблем чтобы их обслужили чтобы им не пришлось ничего возвращать а вся вот это вот их вообще не интересует вот так поэтому если вдруг меня вернут на историческую так сказать будем обучаться блять заново обучала обучала Америка меня расслабила расслабила для Америка ой я так наелась я вот так дать не могу можно еще кусочек сделаю вот один маленький кусочек со сметанкой так что так ребяшки накидывайте предложение я буду рассматривать я буду посмотрим приятного